Всем привет! Сегодня опять немножко обо мне будет. Несколько комментариев было под прошлым видео, моя история с нарциссом. И я подумала, что ну окей, расскажу вам о том, как я перестала быть невротиком, да, как от этого уйти, от этого излечиться, что собственно делать. Это комплексно, это не так, что я решила что-то поменять в своей жизни, но раз вот так перевернулась. Если вы в такой ситуации, в таких поведенческих моментах живете годами, и вообще на этом строится ваш базис восприятие людей вокруг мира и ваши реакции такие, отменить это в один день невозможно. Я просто расскажу, что мне помогло, как это пошагово было и привело к тому, кем я стала сейчас, как я сейчас отношусь ко всему. И это до сих пор, я считаю, что эти перемены на меня влияют, я все равно продолжаю меняться. Я вам об этом говорила, что даже сейчас я была невротиком. Могу честно сказать открыто, что да, это мой образ мужчины в жизни принял мой дедушка. Но у меня была больная зацепка за моего папу. Я знаю, в принципе, травматическую ситуацию, почему это произошло, я знаю, когда. Это я уже потом уже осознавала. В тот момент, когда я, скажем так, начала свой путь исцеления от невротических реакций, поведения, я этого не знала всего. Потом у меня уже, потому что я начала над собой работать, вспомнилась из детства именно тот момент, который я не могла пережить. Почему меня оттолкнул от моего папы. Момент, когда он разводился с моей мамой, последний раз, это был не последний раз, когда мы виделись, но последний раз, когда я вообще шла ему на руки, он меня просто оттолкнул физически, просто сказал так и ушел. И вот этот момент меня все перемкнуло. Я была невротиком тем в отношениях с мальчиками, что любовь равно боль. Настоящая любовь это Ромео Джульеттен, чтобы нас по-настоящему любить, как в кино, в картинах. То есть я считала, что это образец, что у меня не было семейного образца от моих родителей, да, меня одна мама воспитывала. Я считала, что когда люди мучаются в любви, это нормально, потому что в книжках, которые я читала, я же тоже их выбирала, да, подбессознательно. В фильмах, которые я видела, романтических комедиях, там, любовь, страдания. Я даже это могу отметить, что когда у меня были любовные переживания потом в жизни, я любила посмотреть фильмы всякие, романтические комедии, мелодрамы, мне это подпитывало, я плакала вместе с этими фильмами, думала, вот она, любовь. То есть у меня прям реально прослеживалось, когда больно от любви в отношениях тебя, каким-то образом ты страдаешь, значит, ты сильнее любишь, твоя любовь еще укрепляется. Это большое заблуждение, это неправда, и я всегда вам теперь говорю, что человек, который тебя любит, больно тебя никогда не сделает. Если тебе намеренно человек приносит боль, там, своим поведением, неисполненными обещаниями, или обманами, изменами, он тебя не любит. Я не понимала вообще, что это такое, когда тебе говорят какие-то комплименты классные, именно мужчины, не от мамы это другое, а от мужчин. Я этого никогда не слышала в своей жизни в детстве, у меня папа не говорит, что ты красивая, умница и так далее. Именно от мужчин у меня вот этого образца не было, дедушка мне этого не говорил, дедушка у меня воспитывал другой заботы, мы с ним вместе колотили гвозди, забивали, он мне учил там, как ездить, водить на машине, кататься на велике, он меня брал в себя в гараж и тому подобное. Он меня очень сильно любил, заботился, потому что у меня дедушка сам был без отцовщины, без родителей, у него умерла мама, папа у него был с фронта, потом вернулся ранен, у него была мачеха, которую он любил, она их воспитала, но потом они все равно все умерли. У него папа все равно, у папы, даже я у папы, посмотрите, оговорилась, назвала у дедушки, все равно была потребность семьи, своих родителей, на его глазах просто умерла мама, и поэтому он старался, ему очень жалко меня было, он не старался возместить, он всегда об этом открыто говорил, тепло отца, ну вот возмещал так, как мог. И в советское время, да, не принято было говорить там, хвалить, да, вот это все, это у нас вообще не считалось неправильным, да, перехваливать, перелюбить людей, залюбить ребенка, перезахвалить, да нет такого понятия, хвалить и любить, здесь сколько вам влезет, это наоборот все в плюс ему идет, и вам в карму в плюс. В общем, дедушка возмещал вот так папину вот это внимание, и вот этот момент комплиментов, красоты, он вообще был утерян у меня, там дра была, поэтому я себя на тот момент не ценила, ценности женщины не знала, красоты своей и тому подобное, ну есть и есть, как все, вот как все, как воспитываем, как все, ты такая, как все, не выделяйся, не выпендривайся, да, из толпы. Я жила спокойно, не знала, что у меня какие-то невротические отношения, что-нибудь такое вообще бывает, пока, когда я училась в институте, мне сделали расстановки, просто мы же, когда проходили тренинги, мы тренировались сами на себе, на своих, кто в группе, под супервайзингом преподавателя и так далее. В общем, были расстановки, и я окей, у меня все было, я считала все нормально, и внезапно, ну естественно, внезапно, по случайности, я говорю, ну давайте, ну давайте разговаривайся, с кем бы ты хотела поговорить, с кем не можешь, ну я говорю, ну с папой, наверное. И вот мы сделали расстановки на отца, и в этот момент у меня перевернулся весь мир. Это и есть первый кирпичик, вот эти расстановки, какие мысли у меня в голове появились, что что-то здесь не то. И это запустился, вот этот механизм, я начала об этом узнавать, читать, интересоваться, я пошла потом на терапию уже через несколько лет, и была у психолога, когда закончила уже институт, тоже у меня были невротические отношения, я пришла прямо к психологу, это разбирала переживания свои, потому что не могла ни с кем с этим поделиться. Я поняла в течение консультации, что говорю только я, а у меня даже вопрос особо не задает наводящий. И выводы какие-то, что мне как делать, тоже я говорила. Я просто поняла, что я просидела час, если бы я рядом напротив себя дома посадила подушку, я бы все могла, сама себе все разобралась и сделала. Я говорю, психологу только спросила, почему вы мне ничего не говорили? Я говорю, а вы сами все прекрасно понимаете, разбираетесь, я вам не нужен, вы психолог. Я говорю, что, я реально психолог? Он говорит, да, вы сами сейчас, я просто сидела типа кивал головой, он вообще ничего не говорил. Я поняла, что надо какой-то делать себе образ мужчины, как оно должно быть, а как я хочу, чтобы у меня было. Я первая, я рисовала себе в голове свой образ, но ты можешь всегда разно делать, вот карты желаний делают, вот эти всякие истории, образы, неважно, это назови как хочешь, я вам рассказываю просто в простых моментах, а как это реализовывать, каждый выбирает под себя. Хоть картины маслом рисуйте, карты желаний делайте, списки пишите, письма в будущее, это можно хоть как назвать. Я, короче, стала размышляя, да, раз у меня с этим проблема, надо как-то сделать какой-то здоровый образ, что бы я хотела. Я научилась в этот момент прислушиваться к своему внутреннему голосу, что у меня никогда не было, к своим желаниям. Началось с маленького, не знаю, хочу, вот я сейчас что-то сделать, мелочь какую-то бытовую, пошла и сделала. Хочу сейчас выпить кока-колу, хотя ну сейчас-то я это такое не буду пить, да когда? Тогда, когда я себе это позову. Пошла, купила, выпила, да. Я хочу пойти в кино, я пошла, сходила. То есть я начала восполнять свои маленькие какие-то бытовые потребности, желания, радовать себя. И постепенно из этого у меня внутри открылись большие желания. Я стала к себе прислушиваться, у меня стали запросы другие, не мелкие, вот такие, не вылази из толпы, не слушай себя свое, нутро, не будь такая, как все, не выделяйся. Я начала делать такие запросы, ну то есть себя чувствовать, а я хочу вот такие отношения, а вот это красиво, а вот такой мужчина красивый. То есть у меня начало складываться, какого физически я хочу мужчину, какие отношения я хочу, какие отношения семейные, детей, вот эта вся история, я хочу. Я стала думать об этом очень часто, фантазировать. И у меня появилась, скажем так, можно выразиться, четкая картина. Визуально так в принципе нет. Мужчина какой-то высокий, черный, симпатичный, мне притягивали брюнеты, хотя до этого мне становится блондин и кудрявый, копия моего папы. Когда этот механизм запустился, я начала идти просто от обратного. И когда этот механизм шел, у меня стал появляться образ идеального мужчины, семейных отношений, моего места в семье, как я хочу, чтобы ко мне мужчина относился, чем я хочу в семье заниматься и так далее, любви, какая любовь ко мне должна быть, да. Не знаю, у меня очень важно, чтобы мне не говорили грубых слов, меня не обзывали, не материли, не оскорбляли, чтобы мое личность уважали в отношениях, мое мнение. И вот начала об этом очень детально, короче, начала продумать, что я хочу. Вот вам это и советую. И когда мне встречались отношения не такие, не подходящие под мой образ, я с этих отношений соскакивала, их прерывала и понимала, что если я себе позволяю об этом мечтать и думать, существует на свете тот мужчина, который будет соответствовать этому запросу, этим моим желанием. В свою очередь, это не то, что я сижу и мне такой вот мужик нужен, я такая царевна, королевна. Нет, я тоже буду для этих отношений соответствовать и стараться, в том числе, это работа с двух сторон, а не с одной, я принцесса, сидите, сижу, меня все окучивают со всех сторон, нет. Я начала уходить автоматически от невротических отношений, где меня чуть не уважают, мне не так встала и ушла, все. Я поверила в себя, что блин, да мне там 20 с чем-то там лет, да, у меня только начало, мне еще, я так прикинула, лет до 35 можно замуж не выходить, вагон времени, давайте будем искать то, что мне нужно. Я не буду размениваться на всякую фигню или уговаривать себя повстречаться с кем-то, потому что это хорошая партия или там хороший парень, но нет любви, нет чувства, я не буду в отношениях. Или не щелкает что-то, вроде все идеальное, но не твое. Я никогда не давала второй шанс. У меня такие вот правила ставят появляться в каком-то моем поведении. И так как все этот процесс запустился, в мою жизнь вернулся однажды. Вот, знаете, у меня было желание встретить моего папу, столкнуться с ним лицом к лицу, чтобы он обо мне знал, чтобы он мной интересовался. И у меня появилось после расстановок желания с ним контакта. И он появился спустя много лет, но он появился в моей жизни. Я уже начала только тогда, отношения прям начинались с моим мужем в будущем. На моей жизни, в моей жизни появился папа. У нас была одна, была одна единственная встреча с ним. И я была очень удивлена и в шоке, и отчасти рада, и с другой стороны. Я вообще не поняла, что происходило. Буря эмоций была. Два месяца в таком шоке, с такими глазами была после этой ситуации, что он появился в моей жизни. И вот тогда этот механизм, мой гештальт закончился. Я завершила свой гештальт. Я его увидела. И я вроде бы можно кайфовать, на все закрывать глаза, радоваться, что, ну, папа вернулся, ты так этого хотела, этого общения. Но у нас с ним не задалось. И моим большим оскорблением было, он просто забыл день рождения, когда мой, представляете? Вот я сейчас как мать говорю, ты родил ребенка? Или вот мой муж? Никогда не забудь день рождения нашей дочери, число. И отец меня поздравил с днем рождения спустя неделю. И в тот момент, когда он мне позвонил поздравлять, я говорю, у тебя же там типа день рождения был, да? Вот хочу тебя поздравить. Хотя он мог прилететь, он живет в другом городе. Он вообще жил в Америке, почему мы не общались очень долго? Я вам рассказываю когда-то про своего папу. Это так было обидно. Я думала, что у меня папа всевластный, все может, любые проблемы руками разведет, да? А он тебе звонит после встречи, там, мне день рождения в сентябре. Мы с ним встретились в конце лета, где-то в августе или в июле, не помню. И спустя они начали общаться, он мне позванивал иногда, смс-х вроде не было. Просто созванивались, спрашиваю, как твоя жизнь, как дела, что-то, Гарь, как папа, вот знаете, просто появился. Я была офигела вообще, у меня это никогда не было чувства. Я не знаю, что такое, Гаря, ты скучаешь по папе. Я не знаю, что такое скучать по папе, потому что я никогда этого не испытывала. Любить там, как ты живешь без любви отца. У меня нет этого чувства любви отца. Я ее не помню с детства, когда она там в начале сама была. Мне они только рассказывали, как он со мной водился и все такое прочее. У меня родительница, когда маленькая была. И вот я обалдела, и он мне звонит после моего дня рождения и говорит, у тебя там день рождения был? Не помню, какого числа я забыл. Вот сейчас тебя хочу поздравить. И вот этот момент я понимаю, что всевластный мужик, у него не я одна дочь, у него три ребенка. Он со всеми общается, помогает, как может там свои какие-то общения, старшая дочерь, которая еще до меня, у меня сестра и сводный брат, он на свадьбе был, они прям поддерживают общение, он финансово помогает. Мне независимо, мне не нужна финансовая помощь, потому что я за нее... Она, возможно, держится, поэтому она ему многое позволяет папе, да, где-то забыть что-то нет. А для меня это такое оскорбление было. Ты не был там 20 сколько лет в моей жизни, больше 20 лет. И ты забыл, когда день рождения твоего ребенка. И ты считай, меня нет в твоей жизни. Я не твой ребенок. Как можно забыть день рождения ребенка? И вот в этом телефонном разговоре я его просто послала. Я уважаю взрослых и старших, но я сказала, что мне такой отец не нужен. Ты не знаешь, когда день рождения твоего ребенка. Я с тобой общаться больше не хочу. Никогда мне больше не звони. Как тебя не было в моей жизни, так тебя мне и нет. Все. Я положила трубку. Точнее, трубку бросил он, он охренел. Он офигел, потому что ему никто никогда не говорит нет, не говорит против. У него есть, скажем так, деньги, он, скажем так, власть, да, над родственниками, над людьми, там, членами семьи. А я не тот человек. Я его вычеркнула уже своей рукой. Честно скажу, я завершила гештайт. Когда-то меня папа оттолкнул напрямую. Вот это самое, наверное, откровенное видео у меня на канале. А в тот момент оттолкнула его я и прервала это общение. Потому что я себя уважаю и не позволяю себя вытирать ноги, забывать, когда мой день рождения. Это не простительно для родителей. Это нонсенс вообще. Поэтому это была последняя точка, когда я стала свободной и мой невроз освободился у меня. Он от меня ушел. Я повернулась просто в этот момент. Меня, конечно, поддержал мой муж очень сильно. Хотя он не понимал, как можно отказаться от отца. Хоть какого-то. В Турции это не принято. Родители в другое воспитание. Он до сих пор меня до конца не понимает в этом. У них здесь все по-другому. Но принимает и поддерживает. Какое бы мое решение ни было. И вот в этот момент я просто повернулась. И знаете, я видела все как бы со стороны свою жизнь, что я проживала, как я шла от этого невроза, как я развивала себя. Я поняла в этот момент, я свободна. Мой невроз меня отпустил. Я завершила гештальт. Так сложилась, естественно, не случайно ситуация, что я завершила то, что меня оттолкнули. Я оттолкнула в ответ спустя 20 с лишним лет. И я посмотрела на своего мужа другими глазами. Я поняла, что опа! Так вот, это тот человек возле меня, который будет моим мужем. Потому что он... Я бессознательно подбирала его по своим вот этим запросам. Он была противоположность моего папы физически, внешне. И в поведении, и в заботе, и во внимании, и во всем. Он помнил, когда мы день рождения, все любые детали. Честно, у нас муж помнит точно дату нашей свадьбы всегда поздравлять в празднике. Я могу забыть дату нашего бракосочетания. Потому что у меня на фразы, на имена и цифры очень плохая память. У меня очень хорошая визуальная память на лица людей. Я раз человеку вижу, скажу, где я его видела когда-то. Но цифры и имена проблема. Я могу забывать. Или точнее, я год могу путать. В каком-то году был, а в этом? О, кот, мы с тобой уже так много. В общем, в тот момент я стала чувствовать себя свободной. И меня отпустило. И я вам всем желаю, чтобы у вас произошло то же самое. И это и есть та отправная точка, когда я освободилась от своего отца. Вот этой неразделенной любви и обиды. У меня во мне сидела обида, потому что меня оттолкнули тогда в детстве физически, в прямом смысле. Когда я это морально, скажем так, сделала, выросла. Ну, я не знаю, я не могу сказать, это не месть. Это не месть. Это завершит гештальт. И я не со злости там не специально это делала, скажу так. Это было... Так сложилась ситуация с ним, да. Я нашла в себе силы ему противостоять, а не сглотнуть. Это то, что он забыл день рождения. И там, ну, что-то мне отправил подарок, да. Мне не нужен был подарок. Ничего материального. Неморально вот себя свое лицо держать, не позволить с собой так обращаться, было важнее. А до этого мужчина мне позволяла с собой по-другому общаться. Я боялась быть плохой. Я боялась сказать, что-то там не так, что меня отвергнут. Вот это вся история про невроз. Я боялась. Мой страх ушел. В тот момент, когда я отцу не побоялась, скажу самому главному человеку, мужчине в моей жизни, я не побоялась сказать то, что я на самом деле думаю, как считаю. Вот так мой невроз прошел. Это очень лично я надеюсь. Вот я перед вами открылась максимально. Это, поверьте, эту информацию не знаю даже многие близкие родственники. Это знает там моя мама, мой муж. Но если это вам поможет, если вам это даст каких-то сил, уверенности в себе, потому что тема родителей, она очень тяжелая всегда в неврозах. Оно очень трудно прорабатывается. И докопаться до истины. Это, впрочем, с этим очень трудно разобраться. Но поверьте, это возможно. Вот я вам тому пример. И девчонки, очень многие, кто мне на консультации записываются, обращаются, говорят, очень многие, я к тебе записалась, потому что у меня к тебе есть расположенность, ты мне нравишься, ты для меня пример. Я хочу там выйти замуж, чтобы меня муж любил, чтобы у меня был там ребенок, чтобы я не боялась переехать в другую страну, чтобы или там работать. Вот я не посмотрю, у тебя все хорошо. Девочки, поверьте, это мой личный труд, моя личная заслуга перед самой собой. Если бы мне никто это не помог сделать. То, какая я сейчас, ничья, ни помощь, ни психотерапевта, ни расстановок, или еще, это чисто моя работа над самой собой. Вы это можете видеть с первых видео на моем канале, какая я раньше, даже вот пять лет назад, шесть было, и какая я сейчас. Поверьте, но до пяти, до шести лет на канале я еще другая была, я всю жизнь меняюсь. И всегда это делаю только своими руками. Поэтому я хочу вас воодушевить, и сказать, у вас тоже все получится. Ничего невозможного нет. Даже больше скажу, если у вас ментальные расстройства, психические заболевания, какие-то диагнозы, психиатрии есть, в 21 век медицина не стоит на месте, она развивается. И в 21 веке есть лекарства от многих психических расстройств, вам можно всем помочь. Не ставьте на себе главный крест, не складывайте руки, а боритесь за себя, за качество своей жизни. Спасибо всем за внимание. Если считаете, что видео достойное и хорошее, распространите, покажите другим людям, которых нужно воодушевить. Не позволяйте себя вытирать ноги. Вот самое главное, что я могу вынести из этого видео. Не бойтесь об этом сказать даже самым близким и важным людям в вашей жизни. Истина в вас самих. То, как вам хочется, что было вокруг вас, так оно и будет. Если вам нужны консультации, записывайтесь, я оставляю почту у себя под видео в инфобоксе. Пишите на почту, я вам отвечу. О стоимости, о времени, условиях записи на консультацию. Если считаете, что видео полезное, ставьте лайк и распространяйте в интернете. Спасибо за внимание. Всем пока.